Команда МГФСО Москва. Ребята, вы только что переиграли в непростом матче, в таком красивом. Красивая была игра. 13-й регион. Ну, давайте вы расскажете, как складывалась игра. Да, тяжелый матч. Не надо держать, я не буду. Тяжелый матч. Мы знали, что будет нелегко. Вчера хорошо играли, был шанс выиграть в ГМК. Но нам очень важно выиграть вот эти команды. Это давляло? Я перебью. То, что вчера были на волоске от победы и не сложилось. Да нет. У нас нет задачи их выигрывать. Конечно, если выиграем, супер. Но было обидно, но все играли прекрасно, все отдали, чуть-чуть не хватило. Так бывает. Поэтому нам очень важно, еще раз повторюсь, такие команды выиграть, добывать очки. Потому что нам важно остаться на третьем месте. Поэтому мы идем от матча к матчу. Поэтому Саранск играл супер. Особенно Гестратов показал невероятную игру. Это был звездный час? Я думаю, что да. Но если он может играть еще лучше, то он король какой-то. Он, по крайней мере, меня сильно удивил. Поэтому ему респект. Да, в остальном Дима молодец, дал важное очко при 1-1. Не просто, я думаю, играть с этим игроком. С Левой очень хорошо играет. Вот. Артему чуть не хватило. Но они могут сказать еще сами. Я думаю, скажут. Да, да. На самом деле непростой матч. Ребята хорошо играли сегодня. Мы на втором туре без Левой. Их вроде бы уверенно выиграли. Но не стоит их недооценивать. Потому что я тоже играл с Иллистратой. На втором туре 3-0 выиграл, но в борьбе. Сегодня он был гораздо сильнее, чем в тот день. Поэтому, да, немного не хватило. Да, так. Очень рады, конечно, что смогли выиграть. Потому что нам завтра важные матчи остались. Послезавтра еще один матч. И нам главное верить. Верить, что мы можем. И такие команды мы должны обыгрывать. Поэтому мы очень рады. Может быть, все-таки давлеет то, что вы должны обыгрывать. Вы выше, вы сильнее. А они упираются. Да? Ну, конечно, давлеет. И то, что они упираются. И из-за этого есть какой-то мандраж. Какая-то неуверенность в своих действиях. Но в штангах всегда перебарывают такие моменты. И идти вперед. С кем завтра? Завтра играем с Алта. И с кем спецкабель? Ну, команды тоже непредсказуемые. Тоже такие упертые. Ну, тут все команды играют ровно. И поэтому вот даже сейчас. Если правильно Лео сказал, ГМК и Газпром такие команды, с которыми мы просто боремся, то вот такие команды мы должны проходить. И может быть, это нам чуть-чуть. Поддало давление еще. Вчера чего чуть-чуть не хватило, Жень? Я знаю. Я скажу. Китайцы обманул всех. Сначала Женю, потом меня. Я так говорю. Почему? Он хитрый. Ну, ладно. Ну, шучу. Но, блин, реально Жене тоже чуть не хватило. Это 100% сбило. То есть там была пауза 15. Это уже 10 минут. Я думаю, чуть не хватило. И со мной тоже, не знаю. Я там споткнулся просто реально ни с того ни с сего при длинном розыгрыше 5-2. Да, Жень, все правильно? Все правильно. Поддерживаю? Поддерживаю. Ребят, вы молодцы. Вы как-то с места в карьер. Вы только первый раз играете в премьер-лиге. И вы уже потенциально в призах. Я желаю вам продолжить в том же духе. Преодолеть всех соперников. Надеюсь, что будет впереди плей-офф. Сразу с полуфинала. И чтобы у вас все задалось. Спасибо. Вы молодцы, Вальши. МГФСУ. Еще раз. МГФСУ.